Аня Чичерова сейчас рассказывала, что вот ехала в самолете, рядом с вами, на вас, на Ванюхова, смотрела, думала, три олимпийские чемпиона и вообще самолет олимпийских чемпионов. Вы о чем думали, возвращаясь домой? Настолько быстро время пролетело, вот, правда, в компании олимпийских чемпионов, и впервые, ну, так быстро и беспроблемно прошел перелет. Мы столько-столько, ну, как бы, разговаривали, поднимали всякие разные темы, но перелет был такой завидный. О чем разговаривают? Обо всем, абсолютно, обо всем, о настрое, о соревнованиях, о том, сколько нужно было труда отдать, чтобы завоевать эти медали, потому что за каждой медалью кроется столько всего тяжелого и личного, это просто можно писать книгу об этом, об этом разговаривали. А почему люди, когда выигрывают, вот, кто-то говорит, стоило оно всех трудов, а кто-то говорит, что некое такое опустошение, когда ты отбиваешься, главные цели своей спортивной жизни. У вас как было? Ну, я до сих пор не могу поверить в это. И я думаю, что это стоило, и думаю, это не последний раз, что я ставлю себе такую цель, олимпийская медаль. Я буду стараться. Вот эти дни после вашей победы, как пронеслись? Вот одни в дни, в вообще комнате, что там, куда ходили? Все, конечно, все очень быстро, и буквально, мы вчера были еще в Лондоне, день пронесся, потому что нужно было то в одно место, то в другое, и потом вещи, сумки, перелет, время летит. И я думаю, что ближайшие недели две будут в такой же суматохе. А ближайшие планы, кстати, какие? Бриллиантовая лига? Да, у меня еще два старта в этом месяце на Бриллиантовой лиге, и на следующем месяце тоже у меня есть еще старты. А остается в такой ситуации за полный конец сезона все-таки выдохнуть-то хочется? Будет уже на легкости, на удовольствии, на расслаблении уже будут старты, и это будет только удовольствие. Силы все-таки остались дома? Ну, на первом старте после Олимпийских игр мы посмотрим. Я думаю, да. Такой запас не должен уйти. Своим результатом довольны? Вот временем? Я довольна победой. Время здесь, на Олимпийских играх, это уже вторичное, даже на третьем плане. Главное все-таки это победа. Вот чтобы так размышлять, надо очень хорошо знать, контролировать соперниц. Вы очень грамотно проводили предварительные забеги и финал. Какой из самых сложных получился все-таки? На этом старте, на Олимпийских играх, все прошло легко, как никогда. Мне дался тяжелее, наверное, чемпионат мира в Дэгу. Сейчас все прошло отлично. И тактически, и психологически, и физически. Я себя очень хорошо чувствовала во всех этих планах, и все было легко. А вообще, как дышится в Лондоне? Дышится хорошо. Погода была идеальная. Чуть-чуть прохладная, это как раз для... Вот нам это нужно, вот такая чуть-чуть прохлада, чтобы не было жарко, не было душно. Было отлично. Удалось вам немножко Лондон посмотреть? Да, немножко удалось. Вчера мы были на Биг Бене, ну, у Биг Бена сфотографировались. Но все настолько тоже быстро, потому что там нужно было в другое место бежать. Мы пофотографировались, галочку поставили, были, видели и дальше. Сувениры какие? Везете, если везете. Да, сувениров очень много везу, конечно же, с символикой игр. Мария, расскажите, пожалуйста, каково это выступать на забитом под завязку стадионе? Если психологически к этому быть не готовым, это может даже как бы съесть психологически, эмоционально. Я была готова к этому, я знала, что такое, ну, я представляла, что такое Олимпийские игры. И я старалась просто этого не видеть. Я открыла глаза, можно сказать, после того, как я финишировала, да. Потому что, ну, это, конечно, адреналин такой, и все смотрят, все болеют, все поддерживают, все аплодируют, все с тобой. Но нужно с этим справляться, с таким потоком энергии. Берите.